Ну тут еще стоит упомянуть вот такую тему, тоже думаю стоит о ней рассказать. Есть люди, здесь нескольких категорий, есть люди, которые критикуют, но ничего не предлагают, да, грубо говоря. Опять вы там ритмодинамику раскручиваете, а если его спросишь, он говорит, у меня ничего нету, на чем там летать или что-то энергию добывать я. А есть еще другая категория людей, которая критикует и предлагает какие-то типа решения, да. Вот это вот касается, у нас есть такой соратник на глобальной волне, Валерий Акинин. Ну вот, это Максим, так что исправляйте имя там Максим, уберите слово. Максим, речь в данном случае идет, что я ранее принял голос Максима за голос Юлиана, и в связи с этим возникло некоторое недоразумение между нами. Ну, у меня тогда такое предложение, все-таки вот те вопросы, которые там обсуждаются, они, на мой взгляд, довольно актуальны, они как бы показывают действительно, так сказать, как ритмодинамики понимают эту проблему. А в данном случае речь идет фактически о проблеме самодвижения природного гравилета, которым является молекула водорода. И, соответственно, у меня такой вопрос. А может быть, это, грубо говоря, вы меня вот как бы с позиции Максима, вот с таких как бы критических позиций, как бы, типа, ну не интервью, а это самое, чтобы я, мол, разъяснил вот это. Можно как-то так это, в принципе, беседу простроить, записать? Да, можно, конечно, маленькое сделать, но я ведь тоже, как бы, не очень-то разделяю вот эту вашу идею, там, вот... Не, ну, тем более, тем более, я опять же говорю, задача моя, как бы, разъяснить, я же не до конца понимаю, вот чего люди не понимают. И вдруг тут человек достаточно, так сказать, по полочкам, ну, вот такие как бы замечания изложил, и это хотел я как раз по полочкам, там, эти самые, дать ответы вот на это, на их замечания. Ну, в принципе, опять же говорю, я бы мог сейчас вот в этой беседе с вами, так сказать, вот эти проблемы обсудить, если у вас есть желание. Ну, давайте послушаем, что-то Максим дальше-то говорит. Он, в принципе, верно говорит, что я веду речь об антигравитации. Ссылаясь на статью экспериментов Белецкого и Гиверца, там, советские инженеры, вот, когда я ознакомился с этой статьей, что там, там классический подход, опять-таки, да? Это вот должна быть некая гантеля. Речь идет об этой космической пульсирующей гантели Белецкого и Гиверца. 100 километров, который, опять-таки, по эллиптическим орбитам начинает раскачиваться и уходить от Земли. Там, в определенный момент времени эти вот гантели съезжаются, потом разъезжаешь, ну, принцип понятен. Но у меня сразу же такая аналогия, вот просто представьте, что вот это вот такая вот аналогия можно привести. Вы занимаетесь дизельным автомобилем, а вам человек подходит и говорит, слушайте, что вы занимаетесь этим автомобилем? Вот у меня тележка есть, давайте вот на тележку обратим внимание сначала, как вот она работает, как она едет. Это вот то же самое. Зачем я буду какие-то гравитационные вычитывать, там, эллиптические орбиты, да? Если я примерно знаю, как создать технологию, которая прям по прямой от Земли полетит на Марс, без всяких эллиптических орбит, без всяких там непонятных каких-то там космических скоростей. Вот я просто не понимаю. Максим, но самое главное, то, что человек, который подходит и говорит, вот давай вот этот прибор делать, и размеры, 100 километров ты упомянул там, да? Ну, чтобы она была эффективной, да, там где-то 100 километров нужно делать. Поправляйте себе аппарату, у которого там, я не знаю, даже антенны такие словно, представьте, даже вот паруса-то вот солнечные делают, вот есть проекты. И то это безумно считается. Такие проекты, это же ужасно. Предлагать-то надо какое-то соответствие хотя бы, или там, допустим, на водороде, ну вот эту тему тоже можно поднять. На водороде, значит, летать. А водород, там, я как бы здесь соглашусь, что водород обладает антигравитационными, так называемыми, свойствами, да? Вот, вопрос только в том, что как ты его запряжешь в эту упряжку, и как ты вектор задашь этим атомом водорода, чтобы он там тебя перемещал куда-то в нужное место. Тоже об этом не упоминается. А там говорится так, что давайте мы водородом баллон заполним, там несколько баллонов, и они нас на марте заставят. А как ты управлять будешь вектором? Тоже, вот это все расплывчатое, вот это все не вызывает доверия абсолютно. Ну, Максим, дело в том, что, как помнится, там, в конце 19-го века, начало 20-го даже, дирижабли строили, их заправляли водородом, и что-то ни один Марс не достиг, и даже там самых высоких слоев атмосферы тоже не достиг. Так что это тоже утопия полный был. Ну, вот, я же говорю, вот, когда ты начинаешь разбирать даже вот эти предложения, что там предлагается, да, это вот с моей точки зрения, вот тебе предлагают, вот ты занимаешься каким-то там электрокаром даже, а тебе говорят, слушай, не надо электрокаром заниматься, давай вот тележку сначала освоим, тележку сначала освоим. Вот это типа такого же получается. Потом еще, еще хотел вот вопрос поднять, пока тоже в голове, значит, критика ритмодинамических экспериментов, да, тоже, значит, проблема деталей, к примеру, с лодкой, когда вот с лодкой на ультразвук и ставили эксперимент. Ну, ладно, дальше про лодку и говорится. Так вот, тут заданы были вопросы, то, что несу цветные совершенно размеры, какие-то там... Да, да, началось с этого, значит, с этого, да, потом... Попадайтесь оправдаться, расскажите, как все-таки это запустить. А, ну, ладно, тогда, значит, речь у нас сейчас пойдет о том видео, где Максим... Да, 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 это Максим вот это. Да, задал такой вопрос, что помимо вот такой огольной критики, мол, есть вот такой, как он выразился, соратник Акилин, который критикует, но при этом пытается что-то предложить. Мол, и вот он, значит, свое предложение основывает на статье, там, как он выразился, инженеров Белецкого и Гиверца. Но сразу же тут надо уточнить, что эта схема принадлежит московским профессорам из МГУ, а не просто инженерам Белецкому и Гиверцу. Ну, значит, и, значит, он дальше пишет, что когда он посмотрел эту, ну, статью, в общем, об этой схеме, то там сказано, что эта схема эффективна при 100 километрах, и что смешно говорить о каких-то там инженерных, будем говорить, конструкциях, длиной 100 километров, тем более там кто-то из ритмодинамщиков подхватил, да как же сейчас даже там эти самые, эти, солнечные батареи значительно меньших размеров и так далее. И вот я вношу тут уточнение. Дело в том, что когда Белецкий и Гиверц предложили эту схему в 1963 году, точно такая же критика прозвучала в их адрес. И как результат так называемая научная общественность сочла, что такая схема не может быть реализована на практике из-за необходимых фантастически больших габаритов, действительно, вот эти 100 километров, а наибольшую эффективность, кстати, такая схема, вот эта схема перехода с одной орбиты на другую без расхода масс. Это впервые была предложена такая схема, когда никому в голову не приходило, что можно перейти с одной орбиты на другую, ну, не расходуя массы. Так вот, эта научная общественность сочла, что, конечно, эта идея хорошая, но она нереализуема, поскольку это даже для самого эффективного варианта надо не 100 километров там, а, значит, разносить эти половинки спутников на расстояние, соизмеримое с радиусом Земли, то есть, ну, почти там 10 тысяч километров и так далее. Это длина, это когда эта гантель может сразу с первой космической скорости перейти на вторую космическую скорость. Но я, когда узнал про эту гантель, нутром почувствовал, что тут что-то не так, и вот это слишком уж поспешная критика, потому что речь идет о том, что если мы мысленно представим, что, например, атом, это у него тоже есть там, так сказать, своего рода спутники, но в виде электронов, то там уже вот этот разнос половинок электронов, он должен быть соизмерен с габаритами атома, ну, с радиусом там атомного ядра, и, естественно, это уже не 100 километров, не 10 тысяч километров, а это, как говорится, атомный уровень. И, значит, вот в этом направлении я начал это копать, более того, даже написал самому Белецкому свое предложение, что, мол, ваша схема, в принципе, на атомном уровне может работать. Но Белецкий, он был практик космонавтики, как бы занимался реальными делами, ну, и он фактически мне ответил, что этот, ну, фантазии, грубо говоря, его это по большому счету не интересует. Тем не менее, меня это дело, так сказать, заинтересовало, и, к сожалению, тут мы сейчас схемы показать не можем. Это было раньше, а сейчас появилась возможность показать эту схему. Но в двух словах, в общем, я довольно быстро пришел к такому выводу, если вот эту схему облета Земли спутниками, вот в виде гантелей, заменить на схему облета Земли спутниками, но в присутствии Солнца, то эта схема приобретает новое качество, так сказать. Дело в том, что когда спутник летает вокруг, например, Земли, то центр, как бы, притяжения находится в центре Земли. А когда находятся два центра притяжения, то есть Земля и Солнце, то есть так называемая точка либрации. Ну, это, условно говоря, точка, где вот это, как бы, суммируется притяжение этих двух центров, и спутник может летать вокруг этой точки либрации. А эта точка либрации, это, фактически, мнимая точка. И, условно говоря, значит, вопрос, соответственно, вот, как бы, величины разлета этих половинок автоматически снимается. То есть он тут может уже при полете вокруг точки либрации, вот эти маневры могут совершаться, ну, с бесконечно малой величиной разноса этих половинок спутника. И, соответственно, становится вопрос так, что вот эта схема, я сказал, полета спутника вокруг Земли в присутствии Солнца. Ну, и эта схема позволяет, как бы, сделать гравилет, преодолевающий солнечные притяжения за счет вот этих маневров, переходов с одной орбиты на другую. Но нас это мало интересует, нас интересует именно земное притяжение. Поэтому это я всегда рассматривал два центра притяжения, Земля и атомное ядро. И точка либрации, она, кстати, находится рядом с атомным ядром, поскольку, сами понимаете, сила притяжения атомного ядра на порядок больше силы земного притяжения. И поэтому электрон, облетая атомное ядро, он облетает одновременно и вот эту точку либрации, то есть суммарную центру притяжения. И поэтому, ну, я, естественно, такие расчеты у меня, машин таких мощностей не было, чтобы произвести там точные, так сказать, эти расчеты орбит. Но совершенно ясно, что быстрее всего природа эту схему реализовала. Схему взаимного, дистанционного и безрасходного расталкивания атомного ядра и Земли. Мы знаем такой принцип. Если, например, кто-то что-то может предложить, тем более соответствующей классической механике, то явно, что природа где-то это обязательно реализовала. И, соответственно, исходя из этого, я для себя сделал однозначный вывод, что вот эта схема Белецкого на атомном уровне, пускай не точно, но в примерном варианте реализована атомом водорода, в частности. И это самое смешное, что когда обсуждалась схема Белецкого, когда я поднял вопрос об использовании, так сказать, точки либрации между Землей и атомным ядром, тогда никто не знал про водородную дегазацию. То есть, что в огромном количестве водород улетает в космическое пространство. И, соответственно, тут ничего придумывать не надо. Естественно, первая мысль о том, что водород именно по этому принципу и работает, как бы улетая в космическое пространство. Тем более, вот этот Артём, да, или как его, Артём его отводит? Он сам, там, его буквально слова есть в этом видео, что он говорит, я признаю, что у водорода есть антигравитационная сила. Так вот, это самое... Максим. Максим, да. Чтобы эта антигравитационная сила еще соответствовала теоретической механике классической, то надо, чтобы она была подобна именно вот этой схеме Белецкого, в том варианте, как вот я это самое предлагал. Но самое смешное, что в те времена я познакомился с профессором Чембровский, этот основоположник у нас, вот он возродил уже в 80-х годах воздухоплавание, значит, такой активный был товарищ, мы с ним хорошо, это самое, общались. И он подхватил вот эту идею, и это даже статья была в американском научном журнале, это Space, там, типа, космос, что-то. Как говорится, тут можно передать привет Ярославу Старухину, который все время меня упрекает в том, что якобы у моей идеи нет сторонников, о том, что водород – это безоболочковый дирижабль. И самое смешное, что он эту идею обсуждал с Королевым, именно в каком ключе, ему Королев сказал, а ты знаешь, не зря Циолковский занимался воздухоплаванием, со временем воздухоплавание и космонавтика обязательно ссынкнутся. И вот когда я говорю, что мы вот тут начинаем, я предлагаю использовать водородные свойства, свойства водорода антигравитационной, это и есть смычка космонавтики и воздухоплавания. И дальше Максим там критикует. О, какой это ужас, так сказать, вот эта схема Белевского со 100-километровым этим разлетом. Я уже вроде бы доказал, что величина разлета тут роли уже в принципе не играет. Но он, тем не менее, мысль продолжал, что на его взгляд, вот это предложение этой схемы, это все равно, что человеку, который занимается там разработкой дизеля, пришел этот изобретатель, говорит, вот у меня есть схема тележки, ее надо продвигать. То есть он как бы смеется вот на этом уровне. А я говорю, так с этой точки зрения можно смеяться над ракетой, которая вывела первый спутник на орбиту. Дело в том, что использовался тот, как Иванов любит подчеркивать, этот реактивный ракетный принцип, который был еще древним китайцам известен. То есть вот, таким образом, вот этот первый спутник и эту королевскую ракету можно обозвать той же самой тележкой. А уж вот эту схему Белецкого, ну никак не обзовешь тележкой, потому что он предлагал безрасходный маневр в космосе, который до него никому в голову даже, грубо говоря, не приходило, как это можно, так сказать, реализовать, безрасходный маневр в космосе на основе классической механики. Поэтому вот такого рода критика, вот ритмодинавщиков, маневр в космосе, мол, вот ужас, 100 километров там, то еще. И там как бы, значит, сразу возникал вопрос, ну ладно, мол, водород обладает антигравитационными свойствами, но он, это, ему вот Акинин там твердит, что в одну сторону он может только работать. Да, я подтверждаю, что он, эта сила работает строго по вертикали, но в противоположном направлении по отношению к земной. А почему я говорю по вертикали? Потому что природа, это гравитационных взаимодействий, ну всем известно, если даже не называть там эфир, то какие-то там излучения, какая-то субстанция действует на спутник, а между спутниками Землей есть такая клинообразная зона взаимного затенения. И, ну, если там кто соображает в этом отношении, там совершенно ясно, что эта зона, именно все вот эти всесторонние воздействия на спутник сводит в суммарном уже отношении именно к вертикальной силе, действующей по направлению к Земле. У меня те же самые излучения действуют на то же атомное ядро, но это атомное ядро, это не мертвая материальная точка, как вот при земной гравитации, а вокруг нее совершаются вот эти самые безрасходные маневры с вовлечением их, вот этих самых излучений. То есть эти излучения, ну, это примерно работает, как прямоточный двигатель. Инженеры должны знать, что когда работает прямоточный двигатель, то набегающий поток, он способен ускорить и таким образом, как бы, создать реактивную силу, направленную против силы сопротивления этого потока. То точно это же и происходит тут, что все эти потоки, которые у мертвого тела, у материальной точки образуют силу гравитации, они под воздействием вот этих каких-то там маневров, подобных схеме Белецкого, они это создают суммарную силу тоже строго по вертикали, но в противоположном направлении, то есть чистой воды антигравитационную силу. Дальше Максим говорит, ну ладно, там эта антигравитационная сила действует по вертикали, ну ужас, как мы на тот же Марс полетим. Бог ты мой, да вы скажите любому баллистику современному, что у вас есть сила, которая действует строго по вертикали, он вам это точно рассчитает время, когда можно произвести этот запуск, он вам подскажет, что можно какие-то корректирующие маневры обычной ракетой там с мизерным расходом это сделать, чтобы это самое основное, так сказать, движение осуществлялось именно по вертикали, то есть в сторону от Земли, но так это все будет сориентировано, что в конечном итоге, грубо говоря, это вертикаль, в результате там разворотов и так далее, Земля же вращается, перемещается, в конечном итоге у вас это дело, в конечном итоге выведет вас к Марсу, причем, опять же говорю, в течение буквально двух недель, поскольку на отрезке от Земли до Марса, при малых действиях этой антигравитационной силы, тем не менее, можно даже скорость близкую к скорости света развить, а потом на полпути начать тормозить и в нужную точку затормозиться, то есть эта задача для баллистиков легко решаема, поэтому никакого тут ужаса нету и так далее, и дай бог, чтобы такая возможность нашим современным баллистикам, так сказать, было предоставлено, но, к сожалению, они пока и сами за нее не хватаются, а я, кстати, в свое время беседовал на эту тему с главным баллистиком королевской фирмы, но, правда, я тогда еще там сырой был вариант и так далее, в общем, он тоже так несколько скептически отнесся еще к той схеме Белецкого, не ту, которую я уже как бы это усовершенствовал, но, к сожалению, других возможностей у меня побеседовать со специалистами именно такого профиля уже не предоставилось, сейчас я, кстати, направил свои, так сказать, обращения Рогозину, это, кстати, оттуда был звонок его секретаря, и есть какая-то надежда, что он все-таки ознакомится и, чем черт не шутит, может быть, вдруг захочет войти в историю с первым запуском, так сказать, безрасходного спутника, значит, ну, что там еще? Ну, опять же говорю, вот это самое, не могу я не задеть тут как раз вот эти лодочки Иванова, пресловутые, потому что... Я сначала хочу вопроса по предыдущей части. Да, да, давайте. Вот вы говорите, значит, да, реактивное там, ну, некогда говорили, что это просто сила Архимеда поднимает легкий газ. Не-не-не, это... Я перебил вас сейчас. Дело в том, что... Я так этот вопрос обдумывал, и если там глубоко копать, то быстрее всего эта сила Архимеда, поскольку она зависит там от веществ, от их плотности, то быстрее всего сила Архимеда в конечном итоге является следствием вот этих антигравитационных сил у разных, так сказать, атомов. Но, опять же говорю, это у разных атомов они проявляются достаточно слабо, у газов, я имею в виду, у молекул газов, достаточно слабая эта сила, а у водорода она ярко выражена, резко, так сказать, идет вверх, поэтому не стоит это как бы путать немножко. Я принимаю такой вариант, что надо выяснять... Выяснять, откуда сила возникает в водород, именно у водорода, вот. Потому что есть другие газы, которые как бы симметричны. У них есть эта сила, только она очень слабая. Они тоже легкие, поднимаются. Ладно, хорошо. Второй вопрос. Сейчас я перебью. Почему есть все в других газах? Да потому что они извечно витают на Землю. Без этой силы они точно бы все упали бы на Землю однозначно. Как они упали? Ну, любое тело, даже если бы у них было, у этого тела была бы вторая там космическая скорость, третья космическая скорость, достаточно двух-трех столкновений этих спутников, они однозначно свалились бы на Землю. То есть при столкновениях скорость уже как бы теряет свой смысл. И они просто падают на Землю, как обычное тело. В принципе, для чего скорость нужна, вот так по большому счету? Вот спутник, когда летит, спутник, как обычное тело, падает на Землю. Но ему скорость нужна для того, чтобы успеть как бы залететь за радиус Земли и не столкнуться с Землей. То есть скорость нужна, чтобы увести его в сторону, и все. Да, да, так вот, кстати, насчет скорости. Допустим, вы там создали такой сверхлегкий, сверхпрочный баллон, накачали водородом. И который поднимает какую-то там полезную нагрузку. Так, чтобы его запустить не то, что к Марсу, просто вдаль от Земли, надо достичь скорости, как минимум, 12 километров в секунду. Да нет, там можно, я опять же говорю, это самое, поскольку сила там антигравитационная, и она превышает силу веса, то можно даже, например, чтобы она на 1% превышала, и пускай он там 24 часа, целый месяц поднимается в космос, ему скорость абсолютно не нужна, лишь бы вот эта сила превышала силу тяжести. Ну, желательно, конечно, чтобы это превышение позволяло все-таки достаточно быстро это сделать. Зачем нам растягивать это удовольствие? Причем, это опять же говорю, это самое, вот это превышение скорости незначительное позволяет вот за там недели, за месяцы, когда она действует непрерывно, оно даже световую скорость позволяет развить, ну, уже в открытом космосе. Ну, насчет световой я тут сомневаюсь. Нет, я вам четко говорю, на полпути к Марсу можно достичь почти, что световой скорости, это там небольшая нужна сила, так сказать, это постоянное действие, а потом тормозить, и все. Да, эта же сила возникает исключительно за счет близости Земли. Она удаляется, и... Нет, ну, правильно, я же еще раз говорю, что эта сила, она действует... Она, в конце концов, исчезнет, и сила исчезнет. Она действует точно так же, как сила... То есть, я еще раз подчеркиваю, что есть сила гравитации. Она действует, грубо говоря, в бесконечности даже от Земли. И эта сила использует тот же самый механизм, но только электроны разворачивают это вот этот механизм воздействия в противоположном направлении. То есть, это если гравитация... Это ладно, пускай там они разворачивают, но я говорю, опять же, сила резко падает, еще не достигнув скорости... Нет, ну, гравитация все резко падает. Спутники на какой высоте летают, гравитация там ощущается, и там эта сила антигравитации точно так же будет ощущаться. Ну, это надо считать. Нет, ну, это считать не надо, в том плане, что если мы знаем, что летают спутники на какой там высоте, два этих самых, стационарные спутники, значит, на той же высоте водород может развивать несколько большую силу, чем это протяжение. Вот и все. И не удаляются от нее, поэтому на них гравитация постоянно действует. А у вас выделяется. Нет, и это будет постоянно действовать. То есть, это фактически, речь идет, если там спутник летает по этой высокой орбите, то там этот самый, вот этот мой спутник может висеть. Это неподвижно, бесконечно. Нет, ну, допустим, подвесить какой-то груз там, и, так сказать, и спокойно. Нет, ну, это считать надо, чтобы действительно эта сила могла поднять этот груз. Вы же собираетесь так хорошо разогнаться, чтобы лететь до Марса за какое-то приемлемое время. Ну, а здесь надо делать различия. Водород позволяет как организовать зависание в космосе, так сказать, какого-то объекта, так и разгонять его. Это две разные задачи. Опять же, это самый, вот тот принцип, который я говорю, он хорош в реальных условиях для микроспутников. То есть, вот сейчас есть вот эти графены там, и так далее, вот эти аэрогели, плотность которых может быть чуть выше плотности газообразного водорода. То есть, вот эти новейшие материалы, которые в тысячу раз легче современных этих пленок, и, ну, там достаточно несколько раз это прочнее, значит, они, ну, позволяют вот этот аэрогель наполнить водородом, и небольшой кусок аэрогеля подымет там, ну, какие-то там граммы, миллиграммы. Ну, для современной этой техники уже там это, в принципе, дело вполне реальное. Но для того, чтобы человека, например, и это, там надо, конечно, габариты, ну, превышающие там, условно говоря, километра, то и десятков километров. В атмосфере это большие, так сказать, габариты, а в космосе это, в принципе, это, значит, вполне приемные габариты. Другое дело, что, конечно, материал вот этот для оболочки, такой десятикилометровый дирижабы, он сейчас, этот аэрогель, он это по цене золота, то есть, сейчас пока это слишком дорогое удовольствие. Поэтому это то, что я говорил, лучше всего пока на микроспутниках, чтобы это самое, там какие-то типа камеры только это поднимать, там, или просто как пассивный отражатель, чтобы работал в том числе и солнечный, и этот можно солнечным лучом отражать. Ну, здесь очень много сложностей. Во-первых, аэрогель и его вес, а по тому же он как решето, а вы знаете, у водорода сверхтекучесть, он проникает сквозь даже металл, не плечет. Этот вопрос, эта двигательная сторона, это сугубо технический вопрос. И как практика говорит, решаемый. Нет, теоретически, да, если бы было возможно сделать сверхпрочные, сверхлегкие, но это все как бы математический подход. Нет, это я еще раз говорю, что... Китайцы уже подходящий аэрогель изготовили, пускай он и дорогой, но с учетом того, что, например, не только водород, но и гелий проникает в космическое пространство, а гелий в два раза тяжелее водорода, а основная то часть водорода на Земле на 99% состоит из протиа, который является изотопом водорода, и который в четыре раза легче гелия. Вполне обоснованно можно утверждать, что водородный гравилет создать не составляет каких-либо проблем. Этим просто надо заниматься. Уже можно сделать вот водородный шарик небольшой. Однозначно можно сделать, и чтобы он сейчас поднял, там, например, ну, грамм, два грамма, так сказать, полезной нагрузки. Это сейчас бесспорный вопрос. Хорошо. Значит, то, что... И причем, это, опять же говорю, это, поскольку этот шар можно сделать из аэроделя, вот он снаружи, а его внутренность, так сказать, там, сверхтонкой пленкой делать, это самое, и все это, типа, рассчитывается, чтобы внутри это водород был, именно чтобы он не вытекал. По крайней мере, хоть он и там и текучий, это, кстати, он не настолько уж там и текучий, по крайней мере, это уж, это несколько дней он однозначно, так сказать, позволил бы находиться, так сказать, на высоте, например, 100 километров. Вот надо подсчитать на высоте 100 километров. Вот эти вещи, я опять же говорю, тут уже они... Дайте, вот возьмите формулу Ньютона, да, какая там сила будет действовать, во сколько раз она уменьшится на расстоянии 100 километров, а то и больше. Это мизерная, это силы притяжения, это незначительная, это там на проценты уменьшается, только на 100 километров. А вот мы сейчас спросим у товарища Константанта, если он еще не заснул. Ау! Юра! Это Суслов, что ли? Да. Да, сейчас он это там критику начнет наводить. Ну, сейчас я могу это самое посмотреть, это в принципе. Боюсь, что вы его убаюкали. Значит, у нас радиус земли, ну, сколько там это самое, значит, ну, возьмем там, например, ну, 10 тысяч километров. Значит, и это пропорционально квадрату радиуса. Ну, елки-палки, 100 километров, это самое, вот этой величине, так сказать, это несоизмеримо маленькая величина. О чем тут говорить? Там и одного процента нет, так сказать. Так, ну ладно, хорошо. Значит, аэрогетом, значит, цепиритом, микроскопотник, он, значит, поднялся, его там не разорвало в абсолютном вакууме. Для этого прочность и нам нужна, что действительно, вот там возникал вопрос, о, в 30-х годах были дирижабли, и никто пока еще там в космос не улетел. Так что в том-то и дело, что это при тех материалах, ну, и даже при нынешних пленках, это самое, вот то необходимое количество водорода, а водорода должно примерно быть так, чтобы его масса соответствовала массе от оболочки, там действительно любой шарик сразу разорвет это количество водорода. и это, поэтому и надо, чтобы он, во-первых, был, это самое, значит, ну, в несколько раз прочнее, чем нынешние пленки, а во-вторых, сейчас перебью, это, чтобы вес был желательно раз в 10, полегче, чем у нынешних пленок. И вот тогда бы, и в 30-х годах, тогда бы дирижабли летел в космосе. Вес и, ну, в смысле, легкость, да, и прочность несовместимы. Да все это совместимо, и с той же проницаемостью, так сказать, водорода можно все решить. Я не буду здесь распинаться о своих расчетах, там, соображениях, которые у меня, конечно же, были. Сошлюсь только на то, что, слава богу, современные воздухоплаватели стали обращать внимание на аэрогель, и я ни капли не сомневаюсь, что, начав использовать аэрогель, они рано или поздно придут к выводу, что их воздухоплавательная техника, по сути, стала космической техникой. КОНЕЦ